В условиях, когда экономический кризис вынуждает искать простые, доступные и, самое главное, дешевые средства лечения, а кризис доверия к врачам вынуждает искать средства лечения в домашних условиях, без обращения за медицинской помощью, очень большое распространение получило лечение обычной пищевой содой. Я прекрасно понимаю, что сода есть практически у всех на кухне, и можно ее использовать, реально использовать, в пользу для вашего здоровья при определенных ситуациях, но я должен сразу вас предостеречь. Сода не такое простое вещество, токсикология она испытана, но есть у соды, обычной пищевой соды, есть LD50. Что такое LD50? Это летальная доза, при которой погибает половина принявших ее. Для соды эта доза 4 грамма на килограмм веса, ну, чтобы вы понимали, в обычных величинах человек весом 60 килограмм, это примерно 250 грамм пищевой соды. И вот такой полукилограммовой пачки 2 LD50. То есть из двух, употребившись напополам такую пачку, один погибает. Вы должны это понимать, но я совершенно спокойно даю эту информацию в интернет, без свободного доступа, потому что редкий садист по отношению к себе решит уйти на тот свет с помощью пищевой соды. Вы знаете, несмотря на любую медицинскую помощь, известную сегодня, срок от недели до двух-трех недель, такие мучения. Вы знаете, врагу не пожелаешь таким способом уходить из этой жизни. Поэтому я прекрасно понимаю, что если вы будете использовать пищевую соду, то не как средство уйти из этой жизни, а действительно реально для лечения. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как провести лечение соды рак, простату, простатит полечить, сахарный диабет, подавру, как избавиться от кашля, как подлечить дисбактериоз, удалить глистов паразитов. То есть разные способы, разные цели вы можете преследовать. И вы просмотрите это видео, поймете, как использовать пищевую соду, потому что я вам покажу всю цепочку. От входа в ваш организм до выхода. И вы увидите, где вы реально можете ее использовать. Итак, ну раз мы лечимся в домашних условиях, без врача, то, как вы понимаете, внутривенное введение соды отсутствует. Это уже врачебная манипуляция, это уже далеко не домашние условия. А раз не внутриверно, значит понятно, перо. То есть, ну тут стилизованная такая полость оттар с зубами. Кстати, когда вы берете раствор пищевой соды в рот, можете прополоскать, прекрасно. Убираются воспалительные процессы, улучшается состояние зубов, десен, подавляется патоген на аммигофлоры, но сплошные плюсы, важно что. Доза, которую вы используете, чайная ложка на стакан, то есть на 200 мл. Чайная ложка без большой горки. Горка тут не нужна, это уже будет перевод. Как правильно приготовить пищевую соду? Раствор обычной пищевой соды в теплой воде имеет pH примерно 8,5. И в принципе такая сода проходит пищеварительную стену, потому что я скажу позже, тут есть определенные особенности. То есть вы перед тем, как приготовить растворить пищевую соду, вы емкость, в которой будете ее растворять, должны свободно удерживать в руках. То есть в теплой воде. Если температура будет выше 50 градусов, вы поторопитесь немножко. Не дождетесь, пока температура упадет. pH редко возрастает. pH 13,5 становится. Максимальная pH. Щелочная это 14. То есть вы понимаете, практически самая сильная щелочь. И вы ввозите ее в свой организм. При этом не просто подавляются микробы, а еще и сжигается слизистая полосерта. Полоскать такой соды ни в коем случае. Когда вы глотаете такой раствор, такой pH, если обычная сода с теплой водой при низком pH просто проходит за 15-20 секунд по пищеводу, то такая сода въестся в слизистую, и вы вызовете химический ожог пищевода. И эту ситуацию нужно просто понимать, важно правильно приготовить. Тогда все в порядке. Если вы пьете соду с теплой водой, то условия для того, чтобы желудок ваш не сильно пострадал, потому что в желудок, как вы понимаете, я написал цифры, цифр будет много, нормальная pH желудочного содержимого при переваривании пищи от 0.9 до 2.5. Как вы понимаете, эти условия резко отличаются от того, к чему желудок привык, и важно, чтобы сода как можно быстрее проскочила в ваш желудок. Как этого достичь? Да, сода правильно приготовленная, в теплой воде растворили, и в теплом виде выпили. Тогда она быстро проскакивает в ваш желудок, и выходит через 12-перстную кишку. Где уже в норме щелочные условия. Хотите, чтобы ваш желудок в еще меньшей степени пострадал? Ну, вспомните советский общепит. Вспомните, горелое молоко, подгоревший гарнир, что угодно. Когда у вас отрицательные такие реакции идут перед приемом соды, в желудке не будет вырабатываться соляная кислота в желудочном соке, и сода проскочит легко и просто в желудок. Индикатор того, что вы все сделали правильно, отсутствие отрыжки. Как только после приема соды у вас появилась отрыжка, это говорит о том, что в вашем желудке была соляная кислота. Сода с ней прореагировала, произошла реакция нейтрализации, образовался улекислый газ, именно его и удалил ваш желудок путем отрыжки. В этом случае ваш сода раздражает листью желудка, и он идет в сторону атрофии, чего не должно быть. Но таким образом, если правильно вы будете использовать соду, можно бороться с изжогой, можно бороться с болью в желудке. Ну, кстати, такое видео на моем канале есть, поэтому вы, наверное, лучше его просмотрите. Там более подробно эта ситуация расписана и описана. Пройдя желудок, пищевая сода попадает в двенадцатиперстную кишку. В норме здесь щелочные условия, и в принципе, здесь она уже, как у себя дома. Все прекрасно. Всасывание до этого практически равно, ну, пять-десять процентов, то есть, можно сказать, ничего. Всасывание в двенадцатиперстной кишки соды происходит более активно. Ну, если вы знаете систему пищеварения и физиологию этого процесса, то вы понимаете, что всосавшись в кровь, пищевая сода сто процентов попадает в печень. И как только сода попала в печень, здесь возникает кровью. Здесь возникает очень простая ситуация. Печень вырабатывает желчь. Ну, вы знаете, она таким образом чистит кровь. И как только пищевая сода попадает кровью в печень, печень ее тут же отфильтровывает в желчь и в желчный пузырь. Именно поэтому вы видите PH нормальной желчи, которую вырабатывает печень, 7,5-8,2. То есть, она практически подтягивается к тем 8,5, которые имеет исходный раствор соды. Ну, как вы понимаете, в желчи не только сода, есть и другие компоненты, поэтому, конечно, PH меньше. Что дальше? Ну, желчь, как вы понимаете, она периодически накапливается в желчном пузыре. Вы видите, какая PH в желчном пузыре? Вы знаете, почему она такая? В норме вот эта вот печеночная желчь, которая образовалась, в щелочном виде попадает в 12-перстную кишку. Для чего она там нужна? Для того, чтобы активировать липазу поджелудочный и способствует перевариванию жиров. Больше того, желчь нужна еще одной одной цели. После кислого содержимого желудка, достаточно очень кислого, щелочное желчь плюс щелочной сок поджелудочной железы. Они очень жестко и активно подавляют тех бактерий, которые прошли кислый барьер желудочного сока. И фактически, желчь это самый сильный ваш дезинфектор. Он в лучшем степени обезвреживает пищу и при правильном использовании, как вы понимаете, происходит автоматическое лечение дисбактериоза кишечника. Потому что патогенные бактерии кислотой убиты в желудке и добиты щелочным содержимым то есть желчью и соком поджелудочной железы. Но! Вы видите здесь другие цифры. Если есть застой желчи, если есть дискинезия желудочного пузыря, который вы не знаете как с ней справляться. Если в желудочном пузыре есть воспалительный процесс под названием холецистит. Щелочность начинает уменьшаться, а нарастает кислотность. И содержимое желудочного пузыря может изменяться. 6, 5, 4 проходить в PH. Это уже, как вы понимаете, достаточно кислое содержимое. И когда эта кислота попадает в 2-1-1 кишкова, о какой дезинфекции содержимого может идти речь, вот вам дискинезия желудочного провоцирует ваш дисбактериоз. Если вы не знаете как этим правильно пользоваться, вы будете дисбактериоз лечить долгоиммунную, точно так же, как и дискинезию желудочного пузыря. Я эту механику знаю. Я знаю, как печень работает, как правильно этим воспользоваться, как правильно лечить. Именно поэтому и написал в свое время книжку, что делать, если у вас есть печень. В ней описано не только это, а описаны другие условия правильного отношения к своей печени, чтобы она выполняла свои функции. А желудочный пузырь дезинфицировал содержимое кишечника и предупреждал развитие дисбактериоза. Это нужно правильно понимать и правильно использовать. Но! Вы, наверное, наблюдатели уже заметили один маленький нюанс. Желуд печеночный имеет одну ПАЖ, желудочный в желудочном пузыре имеет иную ПАЖ. Меньше. А знаете, за счет чего? За счет того, что вот как раз при застое желчи часть пищевой соды, всасываясь кровь, проходит дальше в кровоток. Да? Совершенно верно. И тут вот реально лечение соды может изменить ПАЖ крови. Но! Первично тут вряд ли успеет сыграть как-то изменение ПАЖ крови, потому что кровь из печени, пройдя печень, проскакивает в сердце и 100% попадает в легкие. И вот здесь вы должны понимать, что попадая туда, сода фактически разжижает мокроту, увеличивает образование мокроты. И вот тут реально появляется лечение содой обычного кашля. То есть помощь при трахеите, при бронхите, даже при пневмонии. Но! Тут лучше использовать другую комбинацию. Не просто соду с теплой водой, хотя она тоже срабатывает, тоже помогает. И все вы знаете, что щелочные минеральные воды также используются аналогично. Но в домашних условиях лучше с помощью соды приготовить другое средство. Вы кипятите молоко. Вы отстывающее молоко, опять-таки помните температуру, вы должны после того, как вы закипятили, вы должны слить в ту емкость, где будете готовить лечебный напиток и можете соду поместить только в том случае, когда вы спокойно можете удерживать чашку с молоком горячим. То есть, опять-таки, PH должна, вернее, температура должна упасть ниже 50 градусов. После этого вы чайную ложечку соды без горки в молоко растворили, размешали. После этого вы можете положить жир, жир фактически любой. Можете положить сливочное масло, где-то десертную ложку, можете положить растительное масло, но более лечебными свойствами обладает борсучий жир, обладает медвежий жир. Если у вас есть, в принципе, любой вид жира, положили, это смягчит действие на пищеварительную систему и облегчит образование мокроты. Ну и для того, чтобы эта комбинация была более-менее вкусной, добавьте себе опять-таки не в горячее молоко, такое теплое, столовую ложку меда. Когда вы все это растворили, пьете, но тут важно понимать когда. То есть, таким образом, вы кашель облегчите, вы самое главное переведете сухой кашель во влажный. Если влажный кашель уже есть, вы только поможете легким самоочищаться, потому что мокрота, которая образуется в легких, это работает система самоочищения. И чем лучше отделяется эта мокрота, тем лучше вам. Поэтому нужно просто это понимать. Но нужно учесть один маленький нюанс. Кроме того, что усилить образование мокроты, вы должны обеспечить ее легкое удаление. Поэтому при бронхиальной астме в стадии обострения ни в коем случае такое средство от кашля. При бронхиальной астме в стадии ремиссии можете использовать. При бронхите при трохиите можете использовать. при бронхите с астматическим компонентом. когда? Нужно учитывать, что проходимость бронхов максимально велика в диапазоне от 12 до 16 часов дня. Для обсасывания в кров и для увеличения мокроты вот такому средству нужно где-то полчаса-час. Это в случае если принимается обязательно натощак. Поэтому как вы понимаете первый стакан вот такой смеси вы можете выпить часиков в 11 в ожидании того, что легкие пропустят легко и просто и самоочищение произойдет. Второй где-то часиков 3-4 и все. Стоит вам выпить на ночь у вас возникает совершенно иная ситуация. Да, мокроты много, да, от кашляния идет, вы перестали спать. Вместо того, чтобы спать и восстанавливаться, иммунная система восстановилась, вы ночью очищаете свои легкие. Это здорово, это классно, но здесь можно доиграться с совершенно другой ситуацией. Уровень гормонов в темную часть дня снижается, а бронхи после 16 часов суживаются. И когда вы добавляете содержимое в просвет бронхов, вы наигрываете бронхоспазы, вы увеличиваете степень одышки. Ну, чем вам это нужно? Все то же самое можно сделать безопасно для вашего здоровья в совершенно другое время дня. Это не скорая помощь лечения содой в данном случае, но это великолепная помощь, если вы правильно ею пользуетесь. Те, кто имеют скрытую патологию органов дыхания, а также те, кто курят, в принципе таким способом вы можете легко избавиться от такой вредной привычки, потому что у вас идет самоочищение легких, вы знаете, можно под этим соусом легко бросить курить, кто хочет получить мотивационную составляющую, не вопрос, набирайте на моем канале легко бросить курить, несколько видео, посмотрите их все. Они, каждая по-своему объясняет ситуацию, как все это сделать проще и лучше для вашего здоровья. Вы должны это просто все понимать, тогда делайте через понимание все делается легко и просто. Дальше ситуация, когда уже прошла пищевая сода легкие, она попадает в системный кровоток. И вот здесь она может влиять на ВН крови реально уже в организме, ну и частично удаляется через почки. Как сделать, чтобы все-таки через почки сода удалялась лучше? Реально такие вещи опять-таки с молоком. Тут можно просто с теплым молоком. Не обязательно другие компоненты. Сода, чайная ложка и стакан теплого молока пьете, как я вам сказал. Тут не имеет значения время, хотя вы знаете, имеет. Максимум активности почек тоже находится от 3 до 5 часов вечера. Поэтому здесь опять-таки совпадает время для приема соды с молоком, но вы должны понимать, что увеличивается образование щелочной мочи. В этом случае вы получаете в принципе хорошее лечение солевого диатеза, подаври, если их вызвали оксалаты и ураты. Тут сода значительный плюс вам приносит. И это здорово. Но более щелочная моча, вы знаете, растворяя песочек, она же будет проходить и мимо простаты. И вот здесь, если сверху как бы подаги хорошо, почкам вроде как тоже неплохо, простата может реагировать по-разному. У мужчин простатит, у женщин цистит, у ретрит легко и просто могут обостриться. И вы должны просто это понимать. Хотя при простатите, при раке простаты вы можете уговорить более безопасно использовать пищевую соду. Но для этого вам нужен врач уровок, который будет водить через мочеиспускательный канал раствор пищевой соды. Это совершенно иная песня, мы залечимся в домашних условиях. Но тут нужно понимать один маленький нюанс. Все это здорово, все это прекрасно, но есть маленькая но и очень существенная. Если вы используете соду неправильно, boys и помните изменение вот здесь на уровне печени кишечника, развивается дисбактериоз кишечники, возникает очень неприятная ситуация. Ситуация неприятна чем? Она неприятна тем, что нарушается процесс пищеварения, нарушается микрофлора кишечника, появляется дисбактериоз кишечника, или обостряется дисбактериоз кишечник. И пищевая сода в данном случае она может вызвать совершенно иные ситуации, увеличение гниения белка, подгрузка тех же печени, тех же почек белковыми токсинами и перегрузка органов дыхания. Потому что вместе с пищевой содой туда попадают и токсические вещества, которые в этом случае, когда застой желчи есть, их хуже печень фильтруют. И что получается? Обостряется любая патология в органах дыхания. И в принципе, ситуация скажем так, вы топчетесь на месте. Я-то знаю, что делать. Вы не все знаете, как правильно сопровождать грипп, как предупреждать осложнение. Такая книга мной тоже опубликована. Важно это все знать и понимать. Патология органа дыхания очень завязана с патологией системы пищеварения, содержимым кишечником, в основном медицине, там это все знали. Меридиан легких связан меридианом толстого кишечника, а между ними стоит фильтр печени, который, если отсекает токсины, они остаются только на уровне кишечника печени. Если не отсекают, они идут в органы дыхания, подавляют иммунитет, и любые воспалительные заболевания органов дыхания, любые инфекционные, или бактериальные, или вирусные, несущественные инфекции, текут более злокачественно. И это нужно просто понимать. Если же вы имеете хронический простатит, здесь тоже непростая ситуация. Да, вроде как, одни соли, они тут не имеют большого значения. Потому что хронический простатит, как правило, появляется после острого. Острый обычно лечит антибиотиками. Если антибиотики не убили всю патогенную микрофлору, они остались, бактерии, возникает другая ситуация. Хронический простатит после первого курса антибиотиков уже вылечить нельзя. Нужно решать ситуацию в комплексе. Я знаю, что это такое. Брошюра про хронический простатит у меня тоже есть. Я тоже писал когда-то такую брошюру. Так же, как и, кстати, про обмен на дистрофические заболевания суставов. Они все есть. Тут понятно почему. Завязка очень простая. Вниение кишечники, токсическая нагрузка на печень. Печень пропустила. В кровь выделение через почки обострение хронического простатита уже поддерживается дисбактериозом кишечника. И пока вы не вылечите дисбактериоз, лечение хронического простатита будет бесконечным, а подавление потенции, снижение потенции реальным. Кстати, такое видео по лечению хронического простатита тоже можете найти на моем канале. Это нужно просто понимать. Рак простаты, я вам сказал уже курологу, рак легких вы можете понять, да, можно лечить соды, да, при определенных условиях сода туда попадает, она может там оказать свое действие, но лечение рака, вы знаете, должно быть все-таки комплексным. Потому что, да, это материнская опухоль, это одно, а когда есть метастазирование, можете найти лечение рака содой плюс метастазы. В метастазе сода не идет. Да, она находится в крови, да, она щелачивает кровь, но вот попасть к клеткам и очень проблематично. Попасть в лимфатическую систему вообще нереально. Такое видео есть. Я вам сейчас просто объясню, почему нереально. Потому что, когда пищевая сода попадает в кровь, вы знаете, что здесь буферные системы, которые поддерживают ПАЖ крови. И буферные системы имеют разную мощность. Ну, самое маломощное это фосфатный буфер, который, кстати, связан с гидрокарбонатом. Но, фосфатный буфер, его мощность всего 1%. Ну, как вы понимаете, его можно не учитывать. Есть еще один буфер, мощностью 15%. Вы знаете, несмотря на то, что это мощность этого белкового буфера зависит от состояния печени, о которой я все время говорю. Вы знаете, он такой стабильный, но он тоже не имеет большого значения. Да, это фундамент. Белковый буфер больше важен для другого, для очищения вашей крови. Там он больше имеет значение. Но здесь он, фундамент, за 15% на 100% тоже тяжело повлиять. Есть еще один, буфер гемоглобиновый, который связан с дыханием. И, кстати, вот дыхание можно активно влиять на PH крови, потому что мощность гемоглобинового буфера уже 75%. Вы знаете, какая величина. И реально, когда правильно использовать дыхание в дыхательной практике, можно очень жестко повлиять на PH крови в разные стороны. Как в сторону закисления, так и в сторону защелачивания. 75% это уже величина. Ну, а что касается соды, примерно 10%. Да, можно, конечно, используя соду в значительных дозах, попытаться изменить PH крови. но, вы уже, наверное, обратили внимание, сброс соды через легкие, сброс соды через почки, фильтрация соды в печени и сброс в кишечник с желчью, два фильтра и громадный барьерный орган площадью 130 квадратных метров стоят на пути движения соды кровь и жестко контролируют эту ситуацию. так же, как организм контролирует PH крови. Потому что нормальная PH крови все-таки 7,36 плюс минус 5 сотых. эта величина поддерживается в очень узком диапазоне 5 сотых. Это меньше одного процента погрешность. Потому что от этого зависит практически работоспособность организма всего. И прежде всего работа сердца. Если вы жестко будете изменять PH крови, вы понимаете, что сердечные мышцы будут мягко выражать в нехладком. И врачи очень редко без анализа влияют на PH крови и вводят сюда кислоты или щелочи. Только путем анализа PH крови можно определить, что нужно вводить и в каком количестве. Это жесткий показатель. Что касается диабета, да, попадая в кровь, пищевая сода слегка изменяет PH, пока она будет удалена через легкие, через почки, через печень в кишечник, изменяет чувствительность инсулина и фактически снижает сахар, потому что инсулин становится более дееспособным. Но вы знаете, этот механизм долго использовать очень сложно, потому что очень сложно безопасно вводить соду, потому что страдает пищеварительная система, прежде всего, печень. Кстати, именно от печени зависит в большей степени регуляция уровня сахара в крови, чем от массаж крови. Потому что печень в норме склад депогликогенов. Более подробно вы можете видеть по другим моим видео, которые есть на моем канале. Такие брошюры тоже у меня есть. Брошюры, книга вышла на украинском языке про сахарный диабет. Я знаю, что это такое лучше, значительно выгоднее лечить через печень, потому что лучше в работу печени вы не только диабет вылечите. Вы предупредите атеросфероз, диабетическую ангиопатию, ту же подагру, ту же гипертоническую болезнь можно лечить, состояние сосудов очень много можно менять, когда метаболический мозг в вашем организме работает правильно. Пищевая сода здесь имеет свои 5 копеек, но очень скромные 5 копеек. В чем она кажется хорошо помогает лечение изжоги? Я вас прекрасно понимаю, в желудке когда есть кислота, она раздражает слизистую и появляется болезнь. Вели соду, вроде как подавили. Но реакция, которая происходит в этом случае, она очень простая. Идет нейтрализация соды соляной кислотой с образованием углекислого газа, раздражение которым слизистой желудка вызывает новые порции соляной кислоты. И вы вынуждены опять вносить соды. Или лучший вариант альтернативный метод лечения. В данном случае, если вы хотите использовать домашние средства, банальное обычное молоко. Молоко великолепно нейтрализует соляную кислоту, которую используются для его переваривания. И не образуется, при этом углекислый газ, новые порции соляной кислоты не образуются. Вы пили молоко, нейтрализовали, все прекрасно. Если вы еще используете различные разнозаживляющие средства, чтобы гастрит не превращался в эрозильный гастрододеник, а тем более в язву, в желудке или в 12-перстные пешки не существенно. Важно просто этим правильно пользоваться. Что касается лечения запором, ну, в принципе, да, сода лечит запор, но очень дорогим способом, потому как, когда нарушается система пищеварения, меньшее количество пищи достается вам, а больше идет по кишечнику. Параллельно при этом активируется дисбактериоз кишечника, поэтому лечить таким образом дисбактериоз не следует. Даже если вы соду вводите в клизмах, такое видео есть на моем канале, посмотрите более подробно, не буду останавливаться сейчас в этом видео на этой информации, она есть. Удаление глистов и паразитов, ну, вы понимаете, вы увидели уже основные точки приложения. Глисты, где сода есть, в реальной хорошей дозе, полосерта, но глисты там не живут, пищевод, ну, крайне редко, там, бывает, если аскорида вы неправильно относитесь к своему организму, может выходить, попадать в пищевод, но это экстрим, это не норма, нормальная аскорида живет в тонком кишечнике, желудок, кислота, глисты не живут, двенадцатиперстная кишка, ну, здесь некоторые паразиты есть, может на кого-то из них повлиять пищевая сода, пока не сосется в кровь. В печени есть паразиты, могут жить, но пищевая сода на них очень малое влияние оказывает. Легкие, ну, экзотические варианты бывают, но опять-таки, время экспозиции, она тут же удаляется с мокроты, она скорее смоет пылевые частицы, какую-то, частицы гарит, тот же собачный дым, который там отложился в виде каких-то смол, тут она может очистить ваши легкие, помочь легким восстановиться и работать лучше, но паразиты вряд ли они куда-то денутся, если они находятся в этой системе. Как и паразиты, которые находятся в мочеполовой системе, да, бывают там, конечно, экзотические варианты, но опять-таки, для влияния на них соды очень мало возможностей. А наиболее распространенные паразиты, аскорида, анкилосома, цепни, лямблии, они живут в тонком кишечнике, соды там не бывает, она там не может оказаться по той простой причине, что она либо нейтрализована в желудке, либо в сосал в 90-пятом кишке, значительно выше их места обитания. Поэтому удалять листов паразитов, ну, посмотрите на моем канале, посмотрите на других видео, как это лучше делать. Это нужно делать правильно. Что же касается собственного лечения рака. В чем суть? Попала сода, да, дошла она до крови, находится она в кровеносном русле. А здесь есть, допустим, раковая клетка, в которой идет обмен веществ, в чем идет достаточно интенсивно. И чем отличается раковая клетка от обычной клетки? Ну, по обмену веществ отличается способом использования глюкозы, вернее, насколько эффективно она ее использует. Обычная клетка расщепляет глюкозу до угольной кислоты. То есть, образуется углекислогаз и вода. И угольная кислота выделяется из клетки, попадает в кровь, и дальше током крови, фактически, в виде углекислого газа удаляется через легкие, ну, а вода идет той системой, которую вы в это время напрягли. То ли через кожу, через те же легкие, через почку, через кишечник. Разные пути из удаления воды. Как вы понимаете, удаление того, что образовалось от обмена углеводов, легко и просто происходит. Как использует глюкозу опухолевая клетка? Она использует ее еще проще. Она безкислородным путем окисляет глюкозу до молочной кислоты. Молочная кислота не способна разрушиться. Она находится в клетке, закисляет внутриклеточную среду, и есть такой способ лечения онкологии. Когда повышается уровень сахара в крови до достаточно приличных величин, практически до гипергликемической комы, при этом опухолевая клетка, поедая громадные количество сахара, превращая их в молочную кислоту, закисляется и погибает. Такие вещи есть. Что вам даст пищевая сода? Она нейтрализует молочную кислоту, да. Ну, токсин усталость ее по-другому называют, да. Усталость стала меньше. Вы пьете соду, вроде как стало лучше. Как стало? Онкоклетки. Ей тоже стало хорошо. Она не закисляет. Ей проще выживать в этих условиях. Она великолепно размножается. Больше того, она еще может метастазировать. Куда сода уже не зайдет. Только есть метастазы, вы уже достаточно давно давно не занимались своим организмом правильно. Пищевая сода вам не поможет в этом случае. Аж никак. Поскорее. Ну, в комфортных условиях, да, вам будете себя лучше чувствовать, а процесс как шел, так и идет. Поэтому лечение соды и рака можете найти несколько видео, как и есть на моем канале. Я с разных точек подхожу, ищу, как же может пищевая сода помочь в лечении рака и понимаю, что для того, чтобы она добралась до, вот сюда, до клетки, погасив те кислоты, которые клетка вырабатывает. А кислоты вырабатывает клетка не только из углеводов, но и из белков, и из жиров. И защелачивать внутриклеточную среду до той степени, пока клетка погибнет. Я думаю, что ни одна LD50 уже пройдет в ваш организм, пока такое состояние возникнет именно в клетке, в онкоклетке, пока туда сода доберется. Ну, разве что, если вы не используете соду местным. Да, тут можно создать небольшое количество соды, критическую для онкоклеток концентрацию, в которой они погибнут. Но это настолько небольшое количество злокальчных апохолей, что, наверное, не стоит так экспериментировать со своим здоровьем, лучше все-таки лечиться традиционными проверенными средствами, которые оказывают больше положительных результатов. Несмотря на то, что я понимаю, когда вы затягиваете процесс, там идут мифы, что врачи не успели, врачи не смогли. На самом деле, вы так поздно обратились. Ведь не врач вас держал дома, и лечились вы непонятными средствами. Вы сами это искали, сами пытались так вылечиться, и у вас не все получилось так, как вы хотели. Надеюсь, что теперь вы в большей степени владеете информацией про лечение содой в разных случаях. А пока я буду думать, какие видео еще написать для вашего здоровья и активного долголетия, надеюсь, что вы не будете лечить рак непроверенными средствами, все-таки лучше проверить и проверенными средствами этим заниматься. Не забудьте поставить лайк на это видео, отправить это видео своим друзьям, знакомым, родственникам, чтобы они больше знали про свойства обычной пищевой соды, которая есть у каждого из вас на кухне, и использовали ее правильно и безопасно для своего здоровья и, самое главное, для жизни. До новых встреч на моем канале. Продолжение следует...